Всем добрый вечер! Меня зовут Егор. Всем привет! Меня зовут Влада. Мы сегодня хотели, мы немножко выбиваемся из общей тенденции сегодняшнего вечера, мы будем рассказывать про создание и разработку аудиовизуального проекта. У нас уже есть некоторый опыт работы в этой сфере, и мы бы хотели поделиться своими какими-то эмоциями и размышлениями на эту тему. Для начала я хотел рассказать про свой вклад, про общий смысл звука в аудиовизуальном проекте. Почему аудиовизуальный проект называется аудиовизуальным? Довольно просто, потому что аудио играет далеко не второстепенную роль в этом проекте. Главная задача звукового решения — это создание звуковых ассоциаций и сопоставление их с визуальным рядом, для того чтобы создать у зрителя новое впечатление, ощущение и чувство от увиденного. Естественно, звук передает нам огромное количество информации. Это прежде всего семантическая информация, информация о том, что было сказано, грубо говоря, смысл речи говорящего. Звук передает нам информацию не только об объекте, но и о пространстве и окружении, в котором этот объект находится. То есть, если мы слышим какую-нибудь молитву в церковном храме, мы сразу понимаем, что это церковный храм, что это высокие потолки, это бетонные стены, каменные стены, и нам даже не нужно смотреть для этого на экран. И, естественно, через тембр голоса человека мы понимаем его физическое и эмоциональное состояние. Эти три важных фактора мы получаем из общей информации, которая несет нам звук. Звук — это в целом, я бы сказал, это противоборство эстетики и семантики. То есть, чем больше эстетики, тем меньше семантики, и наоборот. То есть, это работает как чаша весов. Если мы перебарщиваем с эстетикой, мы перестаем понимать, о чем говорит или что происходит в кадре. И, соответственно, наоборот. И каждый человек воспринимает информацию через сенсорный канал. То есть, любую информацию — визуальную, тактильную, звуковую. И этот канал у каждого человека, он в среднем одинаковый. То есть, примерно три плюс-минус два одновременных раздражителя. Это если мы говорим про неподготовленного человека. Но если же мы возьмем пример, например, что человек пришел в консерваторию послушать оркестр, и он неподготовлен, он ненаслушанный, и он воспринимает этот оркестр как единое целое. А дирижер одновременно с этим слушателем, он слышит, что Иван Васильевич на третьем ряду, который играет на флейте, слажал, и, естественно, смотрит на него с укором. Это немножко разница о том, как люди воспринимают звуковую информацию. Естественно, звуковой продакшн. Да, на этой фотографии я. В общем, я сам иногда поражаюсь, когда вижу такого рода фотографии. Это для меня немножко новое. То есть, я относительно недавно стал участвовать в такого рода проектах, но мне кажется, что это интересно в своем роде. Конечно, звуком занимаются люди, и эти люди имеют свою собственную специализацию. То есть, звукорежиссеры обычно часто подразделяются на звукорежиссеров постпродакшн, звукорежиссеров на площадке, звукорежиссеров работы с музыкой. И все эти специализации вроде бы как это одна и та же профессия, но на самом деле это совершенно разные специализации, и этими занимаются совершенно разные люди. И когда мы, например, хотим создать какой-либо аудиовизуальный проект, нам нужно понимать, что мы хотим на выходе. То есть, если мы хотим создать, например, анимационный фильм, то нам не нужен звукорежиссер записи на площадке, потому что мы не записываем ничего на площадке. Нам нужна запись синхронных шумов. Нам нужен, если голос диктора есть сзади, голос диктора. Естественно, нам звукорежиссер постпродакшн очень сильно здесь понадобится. И все эти спецификации, они как бы живут в одном мире. То есть все это одна профессия, но абсолютно разные специализации. И мы должны понимать, что если мы делаем какой-то проект аудиовизуальный, мы его в каком-то формате представляем в итоге. И этих форматов миллион. То есть, например, люди, которые приходят в кино посмотреть фильм, они получают звуковую информацию через формат 5.1, который признан в кинопроизводстве стандартным. Это левый центральный правый динамики, левый правый surround и почему точка 1? Потому что один сабвуфер. Это динамик, который берет на себя все ниже 100-150 Гц. Это формат для кино. Если мы говорим про телевидение, совершенно другие форматы. То есть там не нужно 5.1, но если только у вас там не специально оборудованная комната, как вот бывает у людей с достатком, то телевидение — это формат стерео, специально должен делаться левелинг под уровень телевизионной трансляции. Все это сочетается в себе в различных форматах, в которых нам представляется звук, и мы его воспринимаем. Звук, конечно, в аудиовизуальном проекте живет вместе с изображением. То есть он является неотъемлемой частью того, что происходит на экране. И выполняет две главные функции. Вот они здесь написаны. Звук — это, в первую очередь, полноценный инструмент для создания драматической ситуации. Драматическая ситуация может создаваться большим количеством разных вариантов. То есть, например, это как игра актеров, это, естественно, работа режиссера, это какие-то, может быть, сценарные вещи, и, естественно, звук. То есть мы можем слышать какой-то символ звуковой, и он нам будет говорить о том, что что-то происходит в связи с этим звуковым символом, например. И на протяжении фильма, если этот символ повторять, то человек как бы немножко запоминает этот символ, и он уже реагирует на него как на что-то, что он раньше слышал и к чему было привязано его внимание. Естественно, звук делает двухмерное пространство кадра трехмерным. То есть он создает объемный мир у зрителя и создает его буквально основой лишь на слуховой памяти каждого человека и слуховых ассоциаций. Ведь каждый из нас с рождения набрал уже огромную библиотеку звуков, которые мы знаем, которые мы хорошо воспринимаем и ассоциируем. И вот этими ассоциациями звукорежиссеры очень любят играть. Дальше я бы хотел дать слово Владе, чтобы она рассказала немножко про организацию фотосессий, потому как сначала это может показаться совершенно противоположной сферой деятельности, но на самом деле вы найдете здесь очень много общего с тем, про что я вам сейчас рассказывал за звуковым продакшном. Да, я сейчас постараюсь вкратце рассказать, что такое вообще в целом организация фотосессий. Затем я покажу несколько своих работ, и в конце мы покажем наш общий с Егором аудиовизуальный проект. Вообще, на самом деле, организация фотосессий — это достаточно сложный процесс. Это очень сложный на самом деле организм, состоящий из арт-директора, фотографа, модели, визажиста, стилиста и, конечно же, ассистентов. То есть это не просто фотомодель и фотограф. И любой качественный проект, он должен быть обязательно выполнен с помощью такой большой команды. И каждый участник этой команды, он должен понимать, что он вообще делает в данном проекте. И вы, когда приглашаете людей в свой проект, вы должны быть на 100% уверены, что этот человек, он профессионал в своем деле, что он вас не подведет, и что вы в итоге сделаете качественный продукт. Конечно же, важно понимать, сколько времени вы должны закладывать в свою фотосессию, в свой проект. Это не только касается дедлайна сдачи, ну как сдачи срока своего проекта. Это также может быть и тайминг, когда вы вкладываете в сам процесс съемки. Безусловно, важную роль играет локация. Локация, если, например, вы снимаете на планере, то там, например, со светом все более-менее ясно. Также вы можете взять дополнительный источник света или же ориентироваться на погодные условия. А если вы, например, снимаете на какой-то площадке, вы должны понимать, что вам предоставляет студия. Вы должны понимать, какое она вам оборудование предоставляет. Вы должны понимать, какое там пространство, сколько там квадратных метров, какой там интерьер. И только так вы можете на все 100% реализовать ваш проект. И, конечно же, очень важно понимать бюджет, который вкладывается в фотосессию. Но по опыту скажу, что даже с небольшим количеством бюджета можно организовать очень классную фотосессию, что мы вам сейчас позже покажем. Сейчас я вам покажу несколько своих работ. Это вот фрагменты моих эдиториал фотографий, которые были опубликованы в этом году в зарубежных журналах. Я в основном работаю для различных брендов одежды и также публикую свои эдиториал фотографии в журналах. Я не буду подробно останавливаться здесь на каждом кадре. Я вам покажу более масштабные проекты. Эта фотосессия была организована для молодежного бренда одежды «I'm into all women». Наверное, мы все привыкли видеть, что каталожные съемки, они сняты достаточно банально и просто. Мы видим просто модель, мы просто видим на ней одежду. И все это снято достаточно примитивно на белом фоне с двумя источниками света напротив модели. И сзади все это освещено большим источникам. Но заказчица в данном проекте попросила нас, не только меня, но и всю мою команду, сделать достаточно какой-нибудь оригинальный продукт. И здесь я использовала цветные фильтры, так как здесь одежда сделана, мне кажется, достаточно под винтажный такой стиль, чувствуется в 90-е годы. И цветной свет, он тоже был популярен в глянцевых журналах в 90-е. И, собственно, поэтому, мне кажется, что здесь все это отлично сыграло друг с другом. За качество? За качество было довольна? Да, за качество, в общем, была довольна. Вот молодой человек, модель. Да, одна из моделей и стилист этого проекта. Это следующий проект. Я его сняла для бренда обуви «Азарт». Это фотосессия, она с социальным подтекстом. Здесь подтекст заключается в том, что нужно принимать себя таким, какой ты есть, и не опираться на общественное мнение. И это как раз подчеркивается надписью на лицах у девушек. Принятие, сила воли, осознанность. Еще один проект, который я сделала для этого же бренда, это тоже «Азарт». Здесь у нас немножко другая концепция. Перед самой съемкой вся наша команда решила расписать обувь, но это было осознанно. И мы решили связать нашу концепцию с азиатской культурой и росписями. И поэтому в качестве модели мы выбрали девушку азиатской внешности. Также я фотографировала для винтажного магазина солнцезащитных очков «Зачем бренд?». Главная концепция этой фотосессии заключается в том, чтобы развеять миф о том, что очки делятся на мужские и женские. И поэтому в качестве модели были приглашены длинноволосые молодые люди. Также я фотографировала для винтажного магазина женской одежды «Вотромод». Здесь достаточно интересный факт. Вся эта съемка была полностью реализована на пленку. Сейчас, чтобы вы понимали, это достаточно большая редкость. Это очень трудоемко, сложно и вообще непредсказуемо. Пленка — это, в принципе, непредсказуемая техника. Но у нас здесь все получилось засажено хорошо. Мы снимали в студии с естественным светом и не использовали никаких дополнительных приборов освещения. И мне этот проект достаточно импонирует, потому что здесь чувствуется интеграция винтажного стиля одежды через аналоговую фотосъемку. Еще я снимала социальный фэшн-проект «Standards» для немецкого журнала «Calt Blood». Он не случайно назван «Standards». Это как бы самоирония над общественным мнением о том, что общество, опять же, привыкло навязывать нам стандарты о человеческой внешности. Но на самом деле эти стандарты, они достаточно далеки от того, что нас действительно окружает. И поэтому в качестве модели были выбраны достаточно разные внешности люди. И также нужно понимать, что часто принятие себя происходит через боль, через какие-то страдания. И поэтому в качестве атрибутики мы выбрали медицинские бинты, пластыри, и мы использовали нюдовую и белую одежду. А сейчас мы подошли к самому главной части нашего проекта. Мы с Егором сделали проект для маникюрного салона. В общем, заказчица этого салона, София, вот она на этом экране. Мы провели фото, видеосъемку и записали оригинальную аудиокомпозицию для этого проекта. Ты покажи, где? Надо включить колонку, если ты будешь показывать. А я сейчас фото буду. А, все, хорошо. Давай. Вот. Наверное, когда вы смотрите на эти фотографии, вы не сразу понимаете, что этот проект сделан для маникюрного салона. На самом деле мы вдохновлялись стилистикой винтажной, ретро 70-х. Это очень четко чувствуется в одежде, в прическах, макияже. Кстати, за одежду хочется сказать тоже Игорю огромное спасибо. Это на самом деле очень сложный, трудный процесс подбирания одежды. И вообще быть стилистом это безумно сложно. Ты должен таскаться с огромным количеством чемоданов, ты должен быть на связи 24 на 7, чтобы просто элементарно твоя фотосессия сложилась. Вот. Поэтому спасибо тебе. Также хочется отметить свет, который я использовала для этой съемки. У меня был ограниченный выбор света. Могла использовать только два источника света. Но меня это, конечно, не остановило. И один свет я использовала как рисующий на лице данной модели. Я поставила жесткий желтый свет. И второй источник я использовала как... Чтобы просто подсветить фон, я использовала элементарный обычный самый софтбокс, чтобы просто подсветить. Если посмотреть на эту схему, на схему моего света, то сверху это выглядит примерно так. В течение всей съемки я меняла расположение источников света, но на самом деле мне не хотелось кардинально менять именно световую схему. Мне хотелось именно подчеркнуть разнообразие образов, которые мы использовали в данной съемке. И, конечно же, хочется отметить про формат и в целом про обработку, про стилистику этой фотографии. На самом деле это цифровая фотография, это не пленка. Это стилизовано все под аналоговую фотографию. Вот это мы видим, в первую очередь, через рамки, через сканы, которые остаются после сканирования пленки. Также я выбрала формат не случайно 8х10, так как это классический формат для пленки. И на самом деле мы все знаем, что цифровые камеры нам дают формат 2х3. Это достаточно вытянутый формат, и, если честно, он мне не импонирует. Мне кажется, что этот формат дает слишком много пространства. И если бы даже эта фотосессия была снята, точнее, оставлена в том формате, в исконном, в котором она есть, здесь бы мы не обращали такое внимание на модель. Мы обращали бы внимание на пространство, которое вокруг нее. А здесь, в ваш взгляд, он сконцентрирован конкретно на объекте съемки. И важно отметить, что формат 8х10, он максимально приближен к квадрату. И поэтому все наше внимание, оно на модели. И, конечно же, вот этот эффект размытия, я его создала на самом продакшене. Я просто дышала на объектив, и поэтому получился такой клевый эффект. Вот. А сейчас мы вам покажем видео, которое мы записали для этого салона. Делаем его тебе, и ты будешь рад. Вышла из салона, а она рада, как сон. Потому что выглядит она миллион. Салона, а она рада, как сон. Спасибо. А можно попросить включить свет, пожалуйста? Вот. Чтобы вы понимали, на эту видеосъемку не был отложен отдельный день. Это было снято все в один день вместе с фотосъемкой. На самом деле, по-честному вам скажу, так не делают обычные люди, потому что на видеосъемку откладывается обычный один день. Весь день ставится отдельный свет. В общем, все делается отдельно. Фото и видеосъемка. Вот. Но так как я уже говорила, что у нас достаточно ограниченное количество бюджета было, мы, не боясь, за пять часов все успели записать. Сначала мы снимали фото, и затем параллельно я снимала видео. Снимала это с двух камер. Соответственно, если кому-то интересно, фото я делала на Canon 6D, а видео я снимала на Sony Alpha 7 R3. Вот. Естественно, здесь также присутствует винтажная обработка, та же ретро-стилистика. Выбран тот же формат кадра 8х10. Естественно, скругленные рамочки, которые были характерны для ретро-эпохи. И, конечно же, не могу не отметить титры, которые здесь были использованы. Мы этот клип делали вместе с Егором. Мы вдохновлялись фильмом Чарли Чаплина «Огни большого города», и мы решили сделать титры в духе 20-30-х годов. И мне показалось, что эти титры отлично дополняют сюжет этого клипа. Также про сюжет стоит отдельно вообще сказать. У каждого героя этой съемки есть своя роль. Чтобы вы понимали, вообще все это видео — это полный сюрреализм. Но этот сюрреализм происходит в маникюрном салоне. Вот эти девушки — это работники маникюрного салона, двое молодых людей. А, еще важно сказать то, что мы связали это с темой Барби и Кена. И вот эти двое молодых людей, они являются Кенами. А Софи, она является амбассадором этого бренда и посетительницей этого салона. И, соответственно, она приходит, она делает маникюр, ей все нравится. И она уходит, затем она перевоплощается в ночную героиню, которая потом уходит веселиться, тусоваться. И, соответственно, этот мальчик, он тоже как бы перевоплощается в ночного Кена, который потом уходит с ней веселиться. Но, конечно, важно отметить, что этот клип, он не был бы таким интересным, если бы Егор не написал сам к этому клипу достаточно оригинальную композицию. Он был бы интересным, конечно. Но не настолько. Сейчас подробно про него вам расскажет. Да, я хотел подробнее рассказать не то, чтобы даже об этой композиции, а о том, как подходить к такого рода заданиям. Вот здесь встану, чтобы было больше места. Конечно, для начала нужно определиться со стилем. Со стилем определиться было мне очень просто, потому что заказчица дала мне, в общем-то, полную свободу. Она единственное, что мне сказала, что она хочет, чтобы это было что-то похожее на джаз. В принципе, я ее как бы понял и уже стал искать в этом направлении какие-то... Меня очень много вдохновляют музыкантов эпохи 60-х, 70-х годов. И я где-то выделяю Рея Чарльза, Бадди Рича, то есть большие биг-бенды, Фрэнка Синатра, естественно. И как бы я ориентировался больше на вот эту музыку. Но в то же время мне хотелось сделать звучание этой фонограммы немножко более человечной, именно вот не идеальной. Потому что сейчас мы видим, вокруг себя слышим очень много электронной музыки. Я, конечно, уважаю людей, которые ее сочиняют и производят, но лично для меня все равно теплее и, конечно, приятнее слышать, когда музыка исполнена, вживая музыка, музыка, которая написана для того, чтобы ее играли. То есть вот что я хотел передать в этой композиции. И, естественно, здесь это все записывалось... Не записывалось ни на какой из профессиональной звукозаписывающей студии, просто потому что не выделялся для этого бюджет. И, в принципе, задача этого не требует. Потому как у нас короткий ролик, и все довольно происходит, все быстро. Я использую, естественно, миди-инструменты, но довольно реалистичные. Покажи, Рав. Да, я потом покажу. Если вы хотите узнать поподробнее про звуковой продакшн, заходите на мой YouTube-канал. У меня есть YouTube-канал. Гаврин Саундерам называется. Я там вам с удовольствием расскажу в любое время дня и ночи. И, естественно, я использую миди-инструменты. Если вы могли слышать, в принципе, здесь зал очень живой. Так как здесь нет отражающих поверхностей, здесь все очень плоское. Естественно, это бетон, это мрамор, который отражает звук. И, естественно, у нас возникает эффект очень сильной перереверберированности. Но, в принципе, это не сильно мешает. И все равно можем услышать здесь барабанную установку. Мы можем услышать здесь рояль, электрогитару, она там тоже есть. И, конечно, бас. Но бас здесь не бас-гитара, как казалось бы, а здесь именно контрабас. То есть я взял контрабас, потому что это, как мне кажется, наиболее точное попадание в стилистику этого стиля и жанра музыки. И причем, используя миди-библиотеку для контрабаса, я удивился. Потому что при нажатии некоторых альтернативных клавиш я мог услышать вздохи, которые производит тот импровизированный музыкант, который играет на этом контрабасе. То есть настолько реалистично была создана эта миди-библиотека, что они даже смоделировали... Ну, не смоделировали, а не записали вздохи контрабасиста. Конечно. Похвально. Что еще хотел сказать? Про форматы хотел бы сказать, опять же, не про общие такие форматы, а про форматы современные. Этот клип мы, конечно, не планируем показывать в кинотеатрах из 7.5.1 и телевидения. Можно было бы, я только за. И, естественно, это будет где-то на социальных сетях и в каких-то стриминговых сервисах. И мы должны понимать, для какого сервиса мы делаем наш проект. Потому что на всех сервисах различные стандарты и требования к уровню громкости. Грубо говоря, есть такой термин LUFS, Loudness Units Full Scale. Это шкала, по которой измеряется общая номинальная громкость вашей фонограммы. И под каждый сервис вы просто делаете специальный мастеринг отдельный, который не привязан к другим стриминговым сервисам. Что еще хотел сказать? В принципе, все. Мне было интересно работать над этим проектом, потому что мне, в принципе, дали полную свободу действий. И вот я хочу сказать, что когда ты хочешь создать что-то интересное, хочешь заниматься творчеством, то всегда существуют вот эти вот рамки, в которые или тебя заказчик начинает загонять, или ты сам себя начинаешь загонять. И вот очень важная мысль, что не нужно загонять себя под какие-то стандарты, думать, что вот потому что так сделано, я должен делать так же. Нет, каждый человек уникален, он индивидуален, и у каждого свой взгляд на вещи, и не нужно ориентироваться на то, что вам говорят. Просто надо делать, как ваша душа считает, и это будет наиболее правильно, как я это понимаю. Хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня, дождался нашего выступления. Спасибо всем большое. Спасибо.